Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов сейчас известен тем, что несмотря на звание генерал-майора, часто и сам в одном строю со своими солдатами ходит в бой. Смотрите, чтобы люди, которые задают вопросы, а почему это не заканчивается в течение одного дня, недели, вот им я хочу ответить таким образом. Если бы мы шли бы такими же методами, какими идут войска НАТО, то это все давным-давно бы уже было закончено. Потому что у нас бы не было необходимости пытаться освобождать какие-то территории за счет непосредственно стрелковых боев, освобождать эти территории теми методами разведок, доразведок, как говорится, для того, чтобы не пострадали мирные люди. Если бы не было вот этой необходимости, на все это не нужно много времени. Как делает блок НАТО? В любое место, если войска их не продвигаются, если в их сторону делается элементарная, даже выпускается элементарная автоматная очередь, это все войско останавливается, и это место равняется землей. То есть туда выливается такое количество снарядов, что оттуда не то, что никто больше уже не выстрелит. То есть там уже навсегда больше даже трава не вырастет, получается, выжигается все. Мы не можем так идти. И у нас, получается, руки связаны тем, что мы пытаемся спасти как можно больше мирного населения. За счет чего и получается, что у нас и пленные приходят к нам целыми и невредимыми, понимаете? То есть мы не выливаем на ту сторону такого количества металла, как это делается в блоке НАТО. Если мы говорим, насколько это еще долго может затянуться, я скажу, что на этой территории, которую мы видим, то есть Лисичанск, вот это вот прилегающие населенные пункты, я не думаю, что это может продлиться больше, чем примерно месяц. Почему-то у меня есть уверенность, что мы с этим вопросом завершим в скором времени. Мы на сегодняшний день не воюем с Украиной. Мы воюем с блоком НАТО. Да, они, как говорится, воюют с нами завуалированно, но факт заключается в чем? На сегодняшний день мы фиксируем на территории Украины огромное количество представителей блока НАТО, которые якобы ушли со службы и пришли сюда в качестве, значит, наемников в этих отрядах. А на самом деле это, ну, для нас с вами нет ничего нового. Это была ихняя тактика, практика пожизненная, значит, как Америки, европейских стран. Ихни бойцы всегда воевали, вот так вот, в государствах, которые нам противостояли, ихни инструктора готовили, значит, специалистов в государствах, которые нам противостоят. Это было всегда. И сегодня мы воюем, получается, полностью с блоком НАТО. В долгом и сейчас очень нужном разговоре с CGTN генерал-майор Алаудинов объясняет сообщение о том, что якобы идет массовая сдача в плен солдат ВСУ. Единичный случай не показатель. Массовой сдачи пока не происходит, хотя и открывают на Азоте коридоры для выхода с белыми флагами. Возможности для того, чтобы сдаться в плен, у них тоже бывает не всегда. Вот, скажем, один из случаев, тот же самый, как говорится, населенный пункт Боровской. Значит, мы там взяли в плен, получилось так, что, так, 3-4 человека мы там взяли в плен и провели через ихнюю радиостанцию, провели переговоры с бойцами, которые находились в окопах. 16 человек из них уже, они поднялись и пошли в нашу сторону, бросив оружие. Как только их хозяева, командиры узнали, что они уже идут сдаваться в плен, они накрыли их всеми видами, как говорится, артиллерийского минометного обстрела, которым только можно было накрыть. И большая часть из них, они погибли или ранены, но факт, что они не смогли до нас дойти.